Под занавес 22-го международного театрального фестиваля «Белая вежа» Брестскому зрителю была представлена классическая постановка в современной интерпретации от Государственного русского драматического театра имени Чехова. Знаменитая пьеса «Островского беспреданница» с первых минут покорила сердца зрителей. Да, давай. Мы – это образованные люди, а не бурлаки. Так, мы идем, вы считаете, бурлаков. Я сюда, граждан, и вступаю за них. Я за такой же бурлак. А мы считаем их образцом грубости и невежи. Ладно, дальше, без меня, короче, все. Нет, 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 главное не доставить. Вам нужно просить извинения. Не извиняться. А вот мне что делать придется? Какой-то стать. Да не бойтесь бы, я за это на твой не вызову. Ваше не в тело ставится. Любовь и предательство, самодостаточность и болезненное ощущение себя в этом мире – все это сталкивается в одном спектакле. Он многогранен, как многогранна и неоднозначна человеческая жизнь. Стоит включить телевизор, и, к сожалению, тема предательства, да, до сих пор она как нельзя более актуальна, понимаете. Потому что, не знаю, как-то мне кажется, что люди стали черствее почему-то. И я думаю, что придя на этот спектакль, все-таки у них что-то в душе, эти струнки на спектакль заденет. И они все-таки задумаются. Трактовка, в которой вы преподносите пьесу зрителю, насколько она продиктована временем и обстоятельствами? Мне кажется, без эмоций невозможно строить, тем более в театре. Потому что зритель приходит в театр за эмоциями, и если они не получают того заряда эмоционального от актеров, то тогда не получается вот этого химической реакции, как я говорю, между зрителями и между актерами. Почетно ли закрывать такой большой фестиваль? И что для вас значит участие в «Белой веже»? Мы очень хотели попасть на ваш фестиваль. Просто, ну, во-первых, это очень известный фестиваль в театральных кругах. И для нас это честь. И мы вчера были на Березской крепости, отдали дань тем героям, которые положили свои жизни ради нашей победы. Ради нашей счастливой жизни, если хотите. Поэтому все вот эти вот моменты сплелись в одну такую приятную эмоцию. А эмоций на 22-м международном форуме было действительно немало. Фестивальная афиша 2017 богата экспериментальными постановками и спектаклями по современной драматургии. Широко были представлены пьесы по произведениям классиков. Отличилась «Белая вежа» 2017 и своим звездным составом. В Бресте побывали известные актеры и режиссеры разных лет, которые с удовольствием рассказывали о своем участии в мероприятии, о современном театре, о Бресте и, конечно же, о творческих планах. Вот второй спектакль уже работаем. Я думаю, что будем, даже третий уже, мы сделали еще один спектакль, который называется «Признание». Может быть, как-то литературная такая романтическая городского романса такая пьеса. И я надеюсь, привезем Бреста и с удовольствием покажем ее, называется «Признание». Если ты берешь классику, то она тем и классика, что в ней затронуты самые разнообразные темы и проблемы, которые были в древнегреческие времена и до древнегреческих времен, в персидские времена и так далее. И они существуют по сегодняшний день. Вот с большим удовольствием я ножками вышел из гостиницы и прошелся вот сколько мог, да, и дошел до Брестской крепости, и вернулся назад, и вертел головой, и восхищался, ну, во-первых, как все приведено в порядок. И мне очень нравится, что очень зеленый, очень много парков, много вот садов. Вот я сколько вот шел, все восхищался, так замечательно это. Так что спасибо вам за ваш город. Мне нравится этот город. Вот и все. Он мой. Вот мне здесь приятно. Тем более, что здесь еще связана у меня романтическая история, я был влюблен в девушку из Луцка, мы сюда с ней поехали, она играла на, а я таскал декорации, она играла на виланчере. Вот так вот. Так что для меня это встреча с юностью и очень приятно. Короткое знакомство, но очень приятно. Я бы с удовольствием остался здесь на один и на два, но завтра я должен быть в Чите. И именно туда, в Читу, к Валерию Баринову отправилась приятная новость. Спектакль «Скрипка Ротшильда» стал лучшим, по мнению критиков, которые, как и зрители, высоко оценили 22-й международный театральный фестиваль «Белая Вежа». Не только Беларусь участвует на многие другие страны и проводится уже не первый год. Большая заинтересованность людей. Я думаю, что вот он такой бренд своеобразный для Беларуси. Конечно, грустно. Все хорошее. Мы рады гостям, конечно, и идем на встречу с этими гостями. У нас, например, дети в Минске, и то они спрашивали, мама, так вы еще не говорили. Говорю, вот сегодня и идем. В принципе, всегда интересуются. Если судить не по моему мнению, а по мнению специалистов, критиков, которые дают анализ проведенной работы, анализ фестивалю, фестиваль получился, ну, так великолепным. Потому что в этом как раз во втором фестивале сошлось очень много и современная драматургия, и высокие мастера искусств. Вот и перевернута последняя страница 22-го международного театрального фестиваля «Белая Вежа». Он был наполнен интересными спектаклями, интерпретациями и, конечно же, встречами с известными актерами. Однако впереди 23-й фестиваль, который обещает стать еще одной маленькой культурной жизнью для нашего областного центра. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Буктово».